Погода пока, конечно, не располагает к тому, чтобы купаться, но официально купальный сезон уже открыт. О том, как не попасть в неприятности на воде, будем говорить с начальником отдела сводного анализа, прогнозирования и профилактики чрезвычайных ситуаций ГКЧС Чуваши Арделеном Егоровым. Арделен Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сразу представим ситуацию. Семья, три семьи, друзья с детьми решили отметить чей-нибудь день рождения на природе около воды. Вот как им сделать так, каким следовать советам, чтобы именно таким же составом вернуться с отдыха? Во-первых, я бы порекомендовал такого рода мероприятия не проводить в таких местах. Если же решили вы это делать, то необходимо это провести в специальных отведенных местах, оборудованных местах для купания. А вот тут какие оборудованные места? Это определенный перечень пляжей, где есть спасатели и так далее? Совершенно верно. Первое. На территории Чувашской исповеди было запланировано открыть 13 пляжей и 45 специально отведенных мест для купания. Чем они отличаются? Отличаются к требованиям. К пляжам требования жестче. Ясно. А спасатели там и там есть? Спасатели только на пляжах имеются. Только на пляжах. В специально отведенных местах для купания это что? Это имеется песок, первое, грибок, место для переодевания, туалет, огороженный участок воды, чтобы за буйки никто не заплывал. И, видимо, с проверенным дном, да? Абсолютно верно. До того обязательно спасатели должны проверить состояние дна. Нет ли там предметов, которые могут поранить руки, ноги и вообще. Вот в чем разница. Ясно. То есть возвращаемся к семьям, к друзьям. Значит, они выбирают место только специально отведенное для этого, да? Место для купания или пляж. В дальнейшем еще какие они советы должны соблюсти? Как известно, каждый год, вот статистику я вам сказать могу, с 2013 года постоянно все время не происходили несчастные случаи на воде. Но приведу статистику. В 2013 году у нас было несчастных случаев на воде. В 2015 году 33. В 2016 году 30. В 2017 году 34. 30. Погибло. Погибло. В 2013 году 40 человек. В 2014 году 31. В 2015 году 30. В 2016 году 48 человек погибло. А в прошлом году 25. В 2016 году. Почему? Потому что более-менее жаркое лето было. А в прошлом году холодное лето. Ну, понятно, да. Это зависит не от сознательности граждан, а от погоды, да? Больше человек зашло в воду, больше погибло. Фактор такой присутствует. Так, и так почему основная, вторая причина, да? Первые не оборудованные места, вторая причина какая? Раз пришли отмечать день рождения, естественно, люди имеют… Алкоголь. Да, употребляют алкоголь. Человек расслабляется и ведет себя неадекватно. Да, море по колено, кажется. Есть такая поговорка. У воды нет веток или пьяного моря по колено, как говорится, да? И люди пытаются переплыть водоем, подальше заплыть. Вот в прошлом году, например, в течение, например, буквально недели сначала один молодой человек решил переплыть на спор в Волгу. Но потом силы истякли и смотрят уже с берега. Друзья, товарищи позвонили к спасателям. Благо, спасатели на берегу в Чебахсарах дежурят. Быстро сели на гидроцикл, догнали и спасли человека. А через буквально четыре дня еще двое молодых парней решили переплыть. Тоже не рассчитали силы. Пришлось спасать. Но если вовремя не оказать помощь, они могут и утонуть. К сожалению, таких фактов полно. Жаль, что у нас и дети гибнут на воде. Теперь дети. Как действительно вести себя в семье, которая приехала отдыхать с детьми? В прошлом году у нас утонул один ребенок. Это было в городе АллатРа на реке Сурье. Пошли также дети без присмотра взрослых, без родителей. Пошли купаться. 12-летняя девочка заплыла в Суру и утонула. Естественно, подружки не смогли спасти и оказать помощь. К сожалению, до сих пор тело не нашли. Представляете, какое горе. И вот сейчас для таких подружек, которые, например, увидели, или для родителей даже, или для незнакомых людей, которые видят, человек тонет. Вот на оборудованном пляже что им делать? И на необорудованном месте, если уж так получилось, что купаются люди, увидели, человек тонет. Что нужно делать? Во-первых, на оборудованном пляже или месте для купания тоже поодиночку нельзя купаться. Надо втроем, четвером, допустим, друг друга можно следить. Даже спасатели, если смотрят с вышки на этот водоем, на этот кусочек воды, допустим, да, огороженный. Если 100 человек одновременно купается, там, 99 или 100. Как можно определить? Это практически невозможно. Самое главное, нужно быть здесь внимательными и бдительными. Это первое. Второе. То есть, если один купается, остальные следят за ним? Так точно. И, кроме того, обязательно должны быть взрослые, когда дети купаются. Обязательно должны быть родители. Без присмотра взрослых и родителей. Купание вообще запрещено для детей. То есть, ребенок, он не чувствует опасности, как взрослый. В связи с этим, вот, обязательно должен быть присмотр. Если, тем более, организованное купание какое-то, когда в детских лагерях отдыхающие, допустим, купаются, тут втройне должны соблюдать безопасность на воде. И вот в таком случае человек видит, да, предположим, один купается, другой присматривает за ним, видит, человек тонет, да, на необорудованном месте в оборудованном месте. Что делать в первую очередь? Куда кидаться? Звонить, самому прыгать, спасать? В первую очередь, конечно, попытаться нас спасти, а второй человек должен позвонить уже по телефону 112. То есть, кто-то спасает, а кто остался на берегу, звонит 112. Конечно, сотовый телефон имеет у всех сейчас 112. Даже можно осуществить звонок при отрицательном балансе на телефоне. При отрицательном балансе, и даже если нет связи, да, экстренной службы доступны. То есть, в любом случае можно позвонить. Хорошо, а как вам вообще заметить можно, что человек тонет? Как правило, вот, если пьяный человек тонет, мы вот изучали, выезжали на место, вот, какая-то компания сидела, например, на берегу водоема, а один из них, выпивший, пошел купаться. Криков о помощи никто не слышал почему-то. То ли они обратили внимания, или человек потерял сознание. Говорят, тонущий вообще не может кричать. Как правило, ну, а нормальный человек, если он трезвый, хоть ребенок, хоть взрослый, он все равно будет как-то зазывать на помощь. Потому что у нас буквально недавно знакомый тоже рассказывал, рядом с ним тонул ребенок, ну, благо, вовремя успели. Но это происходило абсолютно тихо. То есть, человек уходил под воду, и никто вокруг, хотя буквально рядом метод был. Ну, в данном случае, ребенок захлебнулся, значит. Возможно. Да, потерял, возможно, даже сознание. Ну, хорошо, в общем, внимательно следить, да. А если вот человек тонет, ему в этот момент, что можно посоветовать делать? Как себя вести, если вы понимаете, что вы тонете? Ну, самое главное, не паниковать, конечно. Конечно, собрать все силы в кулак и попытаться, направление берега попытаться выплыть. И, ну, призвать на помощь. То есть, как-то успокоиться. Может быть, как-то, не знаю, позу поплавка принять, да, чтобы оставаться на воде? Ну, это известная методика. То есть, человек, если он обессиленный, допустим, оказался уже далеко от берега, надо перевернуться на спину. Да, и принять полу до звезды. Набраться сил. Как можно меньше движения расширять. И, ну, попробовать тоже позвать на помощь. Попробовать позвать на помощь. Только так. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, Республика сделала все для вашего безопасного отдыха. Все зависит только от вас. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова